Содержание презентации. Начнем мы с истории рептилий, также окунемся в разнообразии современных рептилий, рептилий в доме и лечению профилактики по болезни черепах. Это первая часть презентации. Начнем с истории рептилий. Первые посмотающиеся возникли у нас из двух видов. Это котилозавр и стеготефал. Котилозавры считаются первыми присмыкающимися, которые появились очень-очень давно, и большинство из них обладали примитивными чертами. Похожи они на динозавров. Размеры они имели от 50 см и до 3 метров. Те, которые были маленькие, до 50 см, они являлись хищниками. Те, которые были размером побольше, были в основном растительноядными. Стеготефалы относятся к первым земноводным, которые существовали не меньше 300 миллионов лет назад. Предками которых являлись рыбы. Именно кистеперы рыбы, из которых потом, соответственно, появились вот такие лапки. Характерной особенностью стеготефалов являлось то, что они были покрыты смешным панцирем, сверху кожистые, а внизу он был защищен чешуйками, который защищал их при передвижении по земле. Вот так вот они выглядели. Пилозавр с маленькими лапками. И стеготефал земноводный. Разнообразие современных рептилий. К ним относятся у нас... Это класс присмыкающихся рептилий, которые делятся на отряды. Отряд черепахи, чешуйчатые и крокодилы. В свою очередь отряд чешуйчатые делятся на хамелеоне, подотряд хамелеоны, змеи и ящерицы. Ну, отряд черепахи. Их очень большой многообразий, и обитают они в разных географических зонах. Это тропики, пустыни, пещеры, пресноводные воды и моря. Черепахи. Черепахи. Это животные, которые существуют на планете уже более 220 миллионов лет. Характерным признаком черепах служит наличие панцира, который предназначен для защиты животного от естественных врагов. Панцирь черепахи состоит из спинного, карапокс и брюшного пластро. Частей. Прочность. Они очень прочные и выдерживают нагрузку, превышающую вес черепахи в 200 раз. Ну, также они тоже обладают... Ну, они имеют разные размеры, то есть самые большие – это 900 килограмм, и самые маленькие – это 125 грамм черепашки. Чешуйчатые. Их тоже очень множество. Насчитывают 6500 видов. Делятся они вот как раз таки на хамелеоны, змеи и ящериц. Они покрыты чешуйками, которые поэтому называются чешуйчатыми. Хамелеоны. Это ящери, которые способны менять окраску туловища. Хамелеон – одна из самых необычных и красивых ящериц. Также размеры их разнообразны. От 30 сантиметров и самый большой – 65-68 сантиметров. И бывает 3-5 сантиметров. Самое интересное, особенно все мы знаем, они меняют окрас. Окрас цвета зависит от многих факторов. Это время, времени суток, температура и влажности окружающей среды, а также здоровье хамелеона. Изменение цвета, как раз, происходит также в брачный период. Кладоотряд змеи. Как и все рептилии, они, естественно, хладнокровные. Поэтому их существование зависит от температуры окружающего воздуха. Целый змеи имеет вытянутую форму и может достигать длину от 10 сантиметров до 9 метров. Вес от 10 грамм до 100 килограммов. Все самцы имеют меньший размер, чем самки, но у них хвост длиннее. Форма тела рептилий также разнообразна. Они могут быть короткими, толстыми, длинными и тонкими. У морских змеев всех тело сплюснутое и напоминает ленту. Органы также у змей вытянутые. Внутренние органы поддерживаются более чем 300 пар рёбер и подвижные. Голова имеет челюсти с эластичными связками, что дает возможность закладывать пищу большего размера, то есть рот у них растягивается. И змей многие являются ядовитыми и используют свой яд как способ охоты и средство самообороны. Также змеи являются глухими. Поэтому они ориентируются в пространстве, помимо зрения, при помощи улавливания вибрационных волн и тепловые излучения. Главным информационным датчиком является раздвоенный язык змеи, который позволяет им осязать, обонять. Они всё пробуют языком, если вы обращали внимание на это. Подотряд ящерицам. Ящерицам принято называть всех присмыкающихся с ногами, а также некоторые безногие ящерицы. К ним относятся желтый пузик. Видовое разнообразие ящериц тоже очень велико. Их 6 тысяч видов. Они относятся к разным семействам, размерами, отличаются краской, повадками, среду обитания. Некоторые занесены в красную книгу. В отличие от змеи, ящерицы имеют подвижные разведённые веки. То есть, если у змеи глаза не закрываются, потому что у них отсутствует века, то у ящериц, вы знаете, есть веки, и они не закрывают глазки. Язык ящерицы также может иметь разные формы, цветы, размеры. Этот представитель, можно представить, может быть, видели синий язык из цинк. У них язык синего цвета. Обычно он является подвижным и легко вытягивается из ртовой полости. Именно языком ящерицы многие ловят добычу. Ну и последний отряд – это крокодилы. Это один из немногих выживших представителей подкласса архозавров. То есть, один из самых древних представителей. В зависимости от вида, длина крокодила также составляет где-то 2-5,5 метра. Длина самого большого крокодила – это 7 метров. Вес – 400-700 килограмм. Всем известно, что сердце крокодила четырехкамерное, а в крови рептили присутствуют эффективные антибиотики, предотвращающие инфицирование при повреждениях в грязной воде. И растут крокодилы на протяжении всей жизни. Рептилии в доме. Ну, вот черепахи в домашних условиях. Все знают, что многие владельцы считают, что для черепахи ухаживать легче всего. Некоторые даже считают, что им достаточно воды и корма. Но, к сожалению, черепахи – это у нас дикие присмыкающиеся, которые довольно долго привыкают к домашней обстановке. За ними нужно ухаживать и создавать комфортные условия для жизни. А владельцы, многие, разрешают им передвигаться свободно по квартире, устраивают им место, где они спят, иногда даже привычают к лоткам. Но это неправильно, так как черепашки могут поедать инородные предметы, какие-то загадывать мусор, дострять где-нибудь, например, в радиаторах, или простудиться, если дома сквозняки присутствуют. Бывает, когда на них наступали и, соответственно, повреждали им фанцизм. Для них должно быть оборудовано свое место, которое называется террариум, куда я побежала. Ну и, соответственно, внутреннее пространство террариума или аквариума должно быть оборудовано всем необходимым для комфортного проживания черепашки. Это, если сухопутное, то это должен быть домик для сна и отдыха. Домиком может служить любое какое-то приспособление. Это горшок от цветка, например, половинка горшка продаются сейчас в магазинах. Кормушка, которая должна быть довольно устойчивая, чтобы животное случайно не опрокинуло ее. Поилка, в которой вода меняется ежедневно. Обогреватель. Температура должна быть не ниже 26 градусов. Светильник с ультрафиолетовой лампой и имитация солнечного света. Термометр для водных черепашек. Также на дне, то есть если это сухопутная черепашка, устраивает им подстилку или грунт, в качестве которого используют сено, можно специальный наполнитель какой-то. Нельзя использовать обрывки газет, керамзит, острый гравий и кошачий наполнитель. Потому что они его закладывают. Вот, например, аквариум. Нагреватель для воды. Фильтры обязательно. Фильтры. Аквариум, если брать террариум или аквариум, то для водных черепашек он должен быть из расчета на панцирь. То есть длина панциря, если 10 сантиметров, то где-то 40 литров аквариума должен быть. Если 20, то 80-100. Ну, для двух черепашек, соответственно, больше. А фильтры используются для красноухих черепах, водных различных. Обычный, как для рыбок. Нагреватель воды 22-28, ниже нельзя. И ультрафиолетовые лампы. Цветильник над сушей. Это обычный, может, светильник, который должен работать всего 12 часов. На ночь его отключают. Декорируют. Если это сухопутная черепаха, то на маленькую черепашку, которая до 15 сантиметров, из расчета 60 на 40 должен быть аквариум. Так же термометр, укрытие. Все это должно быть. Питание черепашки. Черепахи, на самом деле, очень неприхотливые. Они практически все едят. Если это водные, то они чаще всего являются кичниками. Если это сухопутные, то они растительноядные. К хищным относятся все практически водные черепахи. Это притоны, красноухие, болотные, каймановые. С возрастом некоторые из них становятся всеядными. То есть красноухие и болотные. Те, которые являются хищниками, их рацион должен составлять 70-90% животного корма. Соответственно, 10-30% это растительный корм. У всеядных 50 на 50 и у растительноядных, которые являются среднеазиатско-египетско-звездничные, 5% всего животного происхождения. Основные причины заболеваний. Вопросы есть у кого-нибудь? Что я так рассказываю? Основными причинами заболеваний в черепах это несоблюдение температурного режима, отсутствие фиолетовой лампы и нарушение правил кормления. Также несоблюдение правил ухода и гигиены. Почему чаще всего возникают заболевания черепах? Причинами могут служить различные факторы, такие как контакт с больным животным. Это как у многих животных. Также различные травмы, стрессовое состояние после переезда или в результате смены климатических условий. Неправильное питание, нехватка витаминов. Поскольку большую часть времени эти животные ведут себя спокойно и мало двигаются, то распознать заболевания, на первый взгляд, всегда сложно и практически невозможно является. Если это красноучие черепахи, которых чаще всего заводят, то можно обратить на такие клинические признаки, как черепашка вялая и не проявляет интерес к еде. И если это красноучая черепаха, то она подолгу может пробивать на водной поверхности, не погружается. А в каловых массах могут появиться кровавые примеси. На коже животного вы можете увидеть белый налет, который также остается в воде. И заметно, что отслаивается панцирь и размягчается костью. Панцирь может деформироваться. У некоторых припухшие глаза или выделяется зеленый дной. Существует очень много различных заболеваний, их мы позже рассмотрим. Если брать несоблюдение температурного режима, оптимальный диапазон является 21-30 градусов. Черепахи, обитающие в бесплодных и засушливых районах пустыни, обычно нуждаются в более высоких температурах. А виды, обитающие в джунглях, им нужны более низкие. Верхнепритический температурный предел для большинства черепах является 35 градусов. Если данная температура держится в террариуме долгое время, то черепаха может погибнуть. При повышении температуры до 28 градусов чаще всего черепахи перестают есть уже. И второй немаловажный фактор – это контроль влажности обязательно. Так, ультрафиолет для черепах – это жизненно необходим. Так как утвоение кальция и витамина Д происходит только при присутствии ультрафиолетовой лампы. А менять такие лампы нужно один раз в год или раз в полгода. То есть черепашка получает кальций с кормом, но сварится он только при ультрафиолете. Несоблюдение, нарушение правил кормления – это, соответственно, если отсутствуют витаминные добавки какие-то. Если кормить черепашку однообразным кормом или, допустим, если это красноуха-черепаха, давать ей только зеленый корм, который она, к сожалению, не будет есть. Или однообразное кормление. Несоблюдение правил ухода и гигиены. Все черепахи очень любят, на самом деле, купаться. Купание обычно проводят раз в неделю у черепашек по мере их загрязни или по мере их загрязнения. Температура должна быть не ниже 30 градусов воды. И когда вы ее наливаете, ну, помечаете туда черепашку, то голова черепашки должна всегда быть на поверхности. Купают панцирь, животик, лапки, мордочку. Это все протирают губкой, мягкой, стараясь не задевать глазки. Если она сильно загрязнена, то можно использовать детское мыло. Во время купания можно увидеть, что черепахам это очень даже нравится. И купание может продлиться до 30 минут, если вода теплая. После того, как вы искупали черепашку, то ее необходимо насухо вытереть и поместить уже в террариум. Также им стригут когти, которые отрастают. И стрижка когтейль, в принципе, происходит стандартно, то есть не задевая кровеносных сосудов. Если на улице тепло, лето, то черепашек выгуливают на улице. Можно даже поместить их на газон, но на газоне не должно быть ядовитых растений. Так, самые распространенные заболевания. Ну их, конечно, очень много. Здесь я только рассмотрела несколько абсцессов. Это внешние паразиты, гельминтозы, те рептилии, которые живут в природе, практически все заражены гельминтами. Гиповитаминозы, дерматомикозы, адагра, респираторные заболевания и стоматит. Ну, чаще всего абсцессы мы встречаем, это как в виде воспаления уха или же после каких-то травм. Ну, абсцессы. Черепахи склонят к образованию абсцессов. Это чаще всего происходит из-за нарушения температурного режима. Или же внешняя травма, куда попадает какая-то инфекция. Бывают абсцессы двух видов, активные и неактивные абсцессы. Активным – это когда попадает инфекция, которая активно распространяется и растет. Это сопровождается отеком, хроматой, если это на конечности и болезненностью. Формируется, соответственно, полость с гноем и повреждаются значительно ткани, которые располагаются рядом. Неактивный абсцесс. Такие абсцессы возникают после того, как вы, например, лечили антибиотиками ее, но она была недолечена. Или иммунитет черепахи не позволяет распространяться инфекциям. Такие инфекции чаще возникают в холодные месяцы года или вскоре после пробуждения, после спячки. И могут проходить с наступлением теплого времени. Неактивные абсцессы содержат более густой гной и, как правило, не вызывают сильного отека. Общее состояние их мало страдает и область абсцесса мало болезненна. Характер самого гноя у черепах также имеет специфичность. Цвет его может быть грязно-белого, желтого или зеленого оттенка. Также характерна более густая консистенция гнойных масс, особенно при хроническом протекании. Так же, как и у других животных, при хроническом течении абсцесса они могут и капсулироваться. Ну и, соответственно, если они капсулируются, при наклонении гибиотиков, то есть как инфекция почти невозможна, даже при высокой концентрации. Поэтому они требуют хирургического лечения. Внешние паразиты. На теле чаще всего паразитируют пиявки, которых удаляют прижиганием. Ну или бывают в складках микроскопические клещи. А у черепашек чаще, конечно, это у ящерицы, у змеи. Чтобы проверить ее, нужно перевернуть кверху брюшком и слегка потрясти над листочком белой бумаги. Гельминтозы. Как уже сказано, практически все сухопутные и водные черепахи, которые живут в природе, поражены гельминтами. А симптомы гельминтов – это запор, либо диарея, еще как обычно. Резко повышается активность. Иногда может быть рвота, отказ от пищи. Паразитов можно обнаружить в кале, поэтому рекомендовано сдать анализ кала. Чаще всего им применяют альбиндозол. Повторяют точно так же, как и домашним животным, то есть через 2 недели повторить. Дальше. Гиповитаминозы. Чаще всего у черепах встречаются недостаток витамина D и А. Недостаток кальция – это самое распространенное. Основными причинами также являются неправильные кормления, питания, которые не содержат достаточного количества кальция и недостаток ультрафиолетового излучения. Основные симптомы недостатка витамина D – это затвердевает панцирь. Панцирь, деформация панциря, челюсти, лап. Также это до года. Те, которые старше, у них становится наоборот панцирь мягкий, проваливается задняя часть. Он может стать светлым, ломким. У старых черепах он также деформируем, костные простины становятся уточенными и пористыми. Передвигаются они на передних конечностях, деформируется клюв, частый, без причины перелома лап. Водные виды не выбираются, на случай очень низко плавают, практически косаясь дна. При недостатке витамина A, тоже, если его не хватает в рационе, у них может появиться насморк, проблемная линька, то есть она либо не проходит, либо она немножечко запаздывает. Значит, шелушится кожа у них, чаще это можно заметить на мордочке. Микротический стоматит, опухание век, отслаивание щитков на панцире, и сильно разрастается роговая ткань. Выпадают органы клоаки, выпадение кишки, отказ от корма, соответственно, истощение. Значит, для того, чтобы лечить, применяют чаще всего элеовид. Его применяют, такие витамины добавляют, ну, один раз в две недели используют. И, соответственно, ультрафиолетовую лампу. Дозировки идут из размера, если сухопутная 0,8 на килограмм, водная 0,6. Дерматомикозы или дерматипы. Это грибок, черепах, тоже часто встречается. Появляется в основном он у водных черепах, и главной причиной является неправильный уход, низкая температура в аквариуме и несвоевременная смена воды, плохое обсыхание. То есть, если нет у черепашки берега, либо она не очень редко влазит на сушу, и отсутствует лампа, которая создает солнечный лучик, где они обсыхают. Симптомы. Отслоение и шелушение кожи в местах есть вкладки. В воде открытые участки кожи черепахи выглядят, как будто они покрыты белой пленкой. И на коже появляются причины бухания, черепаха расчесывает кожу, могут появиться красные пятна. И часто можно заметить, что отпалываются частички панциря. Появляется множество язв. Это у кожистых черепах можно увидеть на панцире язвы, белые или красные. Соответственно, у кожистых черепах у них часто может появиться заражение крови. Лечится очень долго, до месяца. И первое, что следует, это изолировать больное животное от других черепах. поменять, соответственно, грунт, воду, повысить температуру, нормализовать рацион питания, продезинфицировать, терраем. Для лечения в любом случае используется антибиотик, чаще всего это стандартный, байтвилл, обрабатывается метиленовый синий, ламизил, противогрибковый, сок асирил для заживления ран. Подагра. Подагра – это тоже частая ситуация у рептилий вообще в общем. Такое заболевание – это метаболическое заболевание с нарушением белкового обмена. Оно характеризуется накоплением кристаллов мочевой кислоты и уратов в натриях в органах и тканях. Причинами у сухопутных черепах и водных мочевая кислота – основной конечный продукт распада белка в крови. В черепах мочевая кислота присутствуют в форме уратов натрия, кальция и аммония. И эти соли плохо растворимы, при повышении концентрации выпадают в осадок на поверхности и в сирозных полостях различных органах. В зависимости от преимущественного расположения органов подагра различает различные естественные формы. Причинами – это недостаточность обезвоживания, истощения или, наоборот, ненормальный усиленный рост молодых животных подагру. Ну, если колоть, например, большое количество парфюмидов, тоже можно вызвать подагру. Частой причиной у рептилий возникновения подагры является хронический гиповитаминоз, витамина А. Все равно возвращаемся к витаминам. Вот. Значит, признаки подагры мы можем увидеть с вами на рентгене. Это такие, как артрит, может у них быть. Ну, также отказывают конечности. Косвенными признаками подагры является то, что черепаха несколько вздута и веки отечны у нее. увеличены коленные суставы и есть небольшой отек телесного пространства. В стадии, когда болезнь уже обнаружена, лечение практически бесполезно и малоэффективно. Распираторные заболевания. Ну, к ним относятся пневмония, воспаление легких чаще всего. И к нам приносят часто маленьких черепашек, которых купили на море. Вот они как раз-таки чаще всего болеют пневмонией из-за того, что они неправильно содержатся, очень маленькие. Их привезли, бросили в аквариум, они там живут. При низкой температуре, соответственно, и если животное истощено, и сквозняки. Значит, симптомы пневмонии. Животное отказывается от пищи, и оно плавает на одном боку, то есть на поверхности, как буйок, черепаха не погружается в воду. Она издает непонятные хрипящие звуки, которые напоминают свист. Становятся, соответственно, малоподвижными и неактивными, проявляются выделения из носа у них, рта, похожие на пену. Чихание может появиться от дышка и каши, чаще от дышка. Соответственно, заключается применение антибиотиков используется также байтрил, 2,5%. Расчеты идут из 0,2 миллилитров на килограмм. Уколы черепашкам делают в плечевую мышцу один раз в три дня или же в заднюю лапу. и стоматит. Значит, симптомы стоматит также очень часто распространенное заболевание у черепах. В большинстве случаев причиной стоматита является недостаток витамина D ультрафиолетовых лучей, ну и гиповитамин минус также витамина. Значит, как его распознать, этот стоматит? Слизистая будет покрасневшая или бледная с сильным отеком. В ротовой полости можно увидеть расширенные сосуды, также обильное выделение пены изо рта и очень неприятный запах. Во рту можно увидеть гнойные хлопья. 300. Ну, сейчас просто идет операция. Вы можете тоже позвонить, что хочет подойти. стоматит у меня слышно? То есть отвлекли чуть-чуть. Так, стоматит это заразное заболевание чаще всего. черепаха отсаживают от здоровых. Черепаха отдельно. И повышают температуру соответственно в аквариуме. чаще всего причиной также является герпес вирус. Это заразные заболевания. терепах терепаха. Симптом герпес вируса также является сильное слюно-отделение в отделении из глаз и эрозии на языке с желтым наслоением. Черепаха вялы и при всех заболеваниях практически они всегда спят как будто спячка впадает. профилактика заболеваний черепаха это у нас соответственно на карантин то есть в любом случае когда заводят животное новое или черепашка появляется то ее нужно поместить на карантин соответственно также создаются условия для черепахи вот а витаминизация обязательно продают очень много витаминов сейчас и не забывать про ультрафиолетовые лучи потому что витамины усваиваются только при наличии ультрафиолета вот греть соответственно 10-12 часов еще раз помним и на ночь отключается лампа расположение лампы должно быть 20-40 сантиметров над грунтом если это берег соответственно террариума то 20 сантиметров дезинфекция террариума проводится может проводиться бактерицидной лампой если это бактерицидный то при обычной дезинфекции это 1 час где-то проходит если при возникновении болезни то до 2 часов также аламинолы можно использовать за сан дезинфекция это обработка от паразитов насекомых вот противоклещевая можно так сказать тоже очень много препаратов которыми можно использовать для обработки самой черепашки то есть это больфа используют чаще всего вот а для террариума соответственно хлорофос какой-нибудь вот черепаху нельзя им обрабатывать в принципе быстро как-то мы все сказали есть вопросы у кого-нибудь пол черепахи определяется если перевернуть черепашку кверху брюшком то у самцов будет как бы вдавлен живот а у самочки наоборот панцирь будет прямой и по хвосту там хвост длиннее это самый простой способ еще есть вопросы у у у у у у у у у Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если вопросов нет, то, наверное, мы закончим, а в следующий раз можно подготовить будет уже и рассказать про ящериц, кому что интересно. Сегодня у нас про черепаху была первая часть, так что вопросы можно задавать только про черепаху. Продолжение следует... Спасибо тогда всем за внимание и за то, что участвовали. Всем хорошего дня. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...